Вместе со мной спектакль, очевидно и невероятно, принимает участие и еще в балетный ансамбль Московского театра эстрады. Вот перед появлением следующего персонажа этот балетный ансамбль в роли манекенщиц демонстрирует очень красивые вечерние наряды, туалеты, которые сделаны из золота, из бархита, из парчи. Какие-то на них надеты немыслимые натуральные механики, но самое главное, что все это называется демонстрация модели одежды для тружеников всего. Над чем это вышло? И вот представьте себе, что из села приехал человек, попал на такую демонстрацию модели одежды, посмотрел сеанс, после сеанса начинает делиться своими впечатлениями. Вот бы села села, а! Братовский мелоч, что тут путали эти? И тебе фасоны, и материя, и рассылы это. А что в продаже, а? Да не чешется, режет весь дело. Ты уже гадный кустумчик, фасон под названиями, а встретил вас и стал зенитой. Но все цикало, и цикало, что вдруг разница разновляет, что интересно, пошутить. Но я все равно хочу знать. Я хочу знать, почему у нас на людях обмечены выставки. У нас в районе баню построили самую крупную в Европе. На пять тысяч голову. На что нам такая баня? Когда у нас столько голов в месту с вагатом скотом не будет? А нехай вона будет поменьше, только там в горе, чтобы так было. Но не на первое время, чтобы на каждый день. И колхоз наш корову выросил. Я говорю, что в шестнадцатом было кедрою. А что? Главное, Г. У нас только корову всем колхозом Г. Дай Богу. С ним колхозом работали. Так я сказал на собране, ну что, мы же пили, мы запускаем напросто. Ну что за пили? Что за пили? Мы слово дали только корову вирусик. Мы слово сдержали. Мы сдержали. Мы сдержали. Что мы сдержали? Мы сдержали. Мы сдержали. Одна корова молоко дает, а другие коровы его выпивают. Так после собраняя со мной никто не разговаривает. Наш председатель, голова даже не глядит в мою сторону, еще обзиваться начал, поганка такая. После чего? Сам ко мне до хати приходит, приходит город Микола, а до нас иностранцы приезжают. Христом Богом молю немилий языком. Ага, а они будут по хатам ходить, жизнь интересоваться, каверзные вопросы ставить. Так ты уже, говорит, не критикуешь. Микола, скажи, что у тебя все есть. Что у тебя ничего не нужно. А мы, говорит, Микола, тебе за этот год запорожен стадим. И меня, видно, черта и попутал. Потому что, знаешь, я уже как представил себе. И сказал, нехай идут. Я попробую. И через два дня делегация приходит. Мамонька, одни иноземцы, сигары курят, по хатам ходят. До меня пришли. И вдруг один говорит. Это что же, говорит. И есть ваша вила. И вила. Я говорю. Ай, ой, 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 ой. Я говорю. Что есть. И вилы. И грабли. И вон, говорю, коса у сараи. А он пальцем говорит на собачу коннору. И говорит. А что это такое? А я думаю, что брехать так брехать. И говорю. А это есть гараж. Гараж. Для моего личного автомобиля. Причем добавляю. Редкая марка. Называется Соборожиц. И шаур интересно. Бензин не жрет. Ей косташку бросишь. Выстинь, как угорелая носится. А ночью еще и дом сторожи. А он говорит. Где ваш автомобиль? Побачи. Охота. А я говорю. А на нем жена в город умчалась. И вдруг добавляли. С покупками. Мам. Понимаешь. Понимаешь. Вони между собой стали готарить. Значит, у деревни купить нечего. Я говорю. Ты, го, ты, го. Господа хорошая, чтоб баетесь. Женка в город уехала покупать сандру. Сказали. Лежу на председателе. А вы им показывали руками. Мол, ты бай, ты бай. И я сказал. Вертолет. Я сказал. Самый ж весь мокрый стал. А вы на вот. На шо вам вертолет я не сдержав сказал. На шо? 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 Продолжение следует...